Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. В электронном СМИ составляет список. По-моему, там уже 50 с лишним каналов. Ну и в связи с этим, конечно, вопрос о том, что смотреть, что остается, чем заменить. Вот обо всем об этом мы хотели поговорить с председателем правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Силмарсом Молсом, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Молс. Доброе утро. Доброе утро. Вот за что больше всего обидно. Но просто, конечно же, не все зрители знают, кому эти каналы принадлежат. А речь идет именно о том, кто выгодоприобретатель от вещания и ретрансляции этих каналов. Господин Молс, как вы относитесь, как профессионал, к вот этим пакетам запретных телеканалов? Что касается запретов каналов, ну там для разных каналов эти причины запреты разные. Есть действительно некоторые каналы, которые запрещены именно из-за содержания, что там имеется пропаганда, агитации, так сказать, недостоверной информации. Но в общем количестве таких не очень много. Из-за последнего времени таких каналов было, если не ошибаюсь, семь. Большая часть каналов, которые попали под запрет, они попали не из-за содержания. Кстати, про каждую программу, которая запрещается, публикуется официальное решение Национального совета, и там можно прочитать, из-за чего канал закрыт. Большая часть этих каналов, которые закрыты, они закрыты не из-за содержания, а из-за того, что владелец канала или тот, который там получает реальную выгоду от этого канала, что он попал в какой-то список международных санкций. Ну и, конечно, там остается только сожалеть, что канал использовал такого, скажем, спонсора или финансирования, такое финансирование, и поэтому он должен быть закрыт. Здесь уже международные санкции, здесь, собственно, даже Латвия одна ничего решить не может. Да, но есть же различные способы обойти эти запреты, и даже в комментариях на том же самом Фейсбуке нередко высказывается, ну, хорошо, вы запретили через кабель, вы запретили через каких-то операторов, все равно мы будем смотреть в интернете, через какие-то там приспособы, через какие-то специальные коробочки, и то же самое, и Россию, и Первый канал, и так далее. Возможно ли запретить все методы вот этого телесмотрения? Нет, конечно, запретить все методы – это абсолютно нереально. Здесь разговор о другом. Фактически большинство этих каналов, которые до сих пор распространялись в кабельных сетях Латвии, они были получены через спутниковые каналы, в основном через спутник ЛСАТ-36 градусов, и там, где обычно передаются программные пакеты Триколор и НТВ+. Здесь пока действительно еще можно способом каких-то там карточек или других способов декодирования эти программы принимать со спутника, но лично я немножко опасаюсь, что это будет ненадолго, потому что спутник ЛТЛСАТ – это принадлежит французской компании ЛТЛСАТ, и очень возможно, что в ближайшее время мы услышим, что просто ЛТЛСАТ попадет тоже под угрозу санкций, что эти русские программы используют европейский спутник. Так что это один момент риска. Другой момент риска через интернет. Да, действительно, сейчас можно под довольно много каналов получить эти программы через интернет из России, но учитывая последние активности именно в России, что проводятся работы по отсоединению российской сети интернета от глобальной сети интернета, это может обойтись тем, что поскольку интернет – это все-таки симметричная передача информации, что из России тоже ничего не будет выпущено. Таким образом, это уже будет действие самой России в этой ситуации. Пока мы можем только прогнозировать, что может быть, но на сегодняшний день полного ограничения нет и не существует. Господин Молзов, смотрите, человек может быть далекий вообще от всех, то есть он не читает регулярно «Вестни», где публикуются эти списки каналов, но в то же время Совет по электронным СМИ грозит штрафами за нарушение этих запретов. Как понять простому человеку, что можно смотреть, что нельзя, то есть чтобы не нарушить закон, чтобы не было каких-то потом санкций? Понятно. Ну, тот законопроект, который сегодня будет рассматриваться и, очевидно, будет принят, это фактически закон, который защищает права владельца программы против несанкционированного просмотра, то есть не уплачивая там соответствующую плату за то, что программа используется. Ну, на практике такое может быть, скажем, какие-то левые декодирующие карточки или какое-то оборудование, которое взламывает эти коды. Этот закон регулирует именно то. Но здесь проблема в том, что авторы этого законопроекта, если читать аннотации, они немножко путаются, что является нелегальной оборудованием или нелегальной установкой, это, так сказать, аппаратная часть, и что является сам просмотр содержания, который запрещен в Латвии. Здесь фактически этот закон, который сегодня будет принят, он регулирует именно оборудование, которое используется для этого незаконного просмотра. Но если это оборудование не находится, скажем, в Латвии, то закон просто на это не распространяется. – Ну да, действительно, есть нюансы. Это всё равно, что с нелегальными сигаретами плохо их ввозить, но нет наказания за то, что ты их куришь. – Ну да. – Ну, с этими коробочками получается примерно то же самое. Господин Моллс, с другой стороны, то, что в народе называется «святое место», пусто не бывает. Если отключаются одни каналы, на их место должны прийти и другие каналы. Где их взять, если, учитывая тот момент, что в основном это телеканалы на русском языке, они принадлежат десятке, если не сотне, достаточно конечному количеству тех самых выгодоприобретателей, которые постоянно пополняют с собой санкционные списки. Можно взять, ну, я не знаю, на той же самой Украине. Наверняка есть масса интереснейших по контенту телеканалов. За счет чего будет восполняться этот пробел? Причем как в плане самого просмотра, так и в языковом. Ну, будет ли понятно публике в Латвии телеканалы на украинском языке, при всем уважении к Украине и украинскому языку? – Или там на чешском, я уж не знаю, там языки Евросоюза. – Ну, то есть какие-то более-менее принятые исторические, те языки, которые исторически имеют вхождение в Латвии, ну, понятное дело, латышский, русский, английский, немецкий, это все понятно, это более-менее можно понять. Если появятся другие телеканалы, кто их будет смотреть? – Ну, это вообще-то очень больной вопрос на сегодняшний день, потому что такой реальный альтернатив, который можно было там поставить, ну, очень трудно сейчас найти. Во-первых, если идет разговор о чисто российских каналах, то учитывая то, что сейчас очень невозможно рассчитываться с программодателями из-за санкций по банкам, то очень невозможно идет разговор о возможном договоре о использовании программы. Насчет других программ, которые не, скажем, российского производства, но у нас, к сожалению, довольно печальный опыт. В латвийском регистре программ имеется такая программа, как футбольный клуб «Киев-Динамо», который имеет этот аппарат десатля разрешения на вещание от Латвийского национального совета, но там четко указано, что программа, которая в звуковой канал идет на русском языке, она может быть распространена по всей территории Европейского Союза, кроме Латвии. Даже когда сейчас мы пробовали обсудить вопрос, можно ли включить, был четкий вопрос, что нет. Нет латышской звуковой дорожки, значит, включить нельзя. У нас еще есть в запасе некоторые программы, тоже которые изготавливаются на Украине, и большая часть содержания это европейское содержание, но в то же самое время, поскольку нет латышской звуковой дорожки, то эта программа пока в список национального совета не попадает для распространения на территории Латвии. Это большая проблема. И даже если еще идти на прямые контакты с какими-то программами создателями в Европейском Союзе, еще проблема в том, что латвийский рынок настолько небольшой, что они просто считают, что это им не выгодно, и просто не заключают договоры. Смотрите, вот пришел вопрос. Интересно то, что только в Прибалтике снимаются с эфира каналы, попавшие под санкции. В Германии, в других странах Европы эти каналы функционируют. Ну, то есть можно смотреть, я понимаю, каналы российского телевидения какие-то. У нас же замена каналов просто ужасная, смотреть теперь совсем нечего. Мои многие друзья и знакомые уже отказались от ряда пакетов телевидения, так что еще один бизнес рухнет в Латвии. Ну, то есть вот здесь вопрос, а действительно что с кабельными операторами? Ведь получается, что эта замена может действительно привести к тому, что массово сейчас люди начнут отказываться от кабельного телевидения, и пострадают эти кабельные операторы. Да, такая опасность существует. Операторы сейчас немножко в шоке из-за этих очень непрогнозированных перемен. Но пока выхода из этого конкретно мы не видим. Нет такой четкой политики, как действовать в этой ситуации. А меня больше заинтересовала, честно говоря, первая часть, что в других странах не так спешат исполнять эти санкции и отключать российский телесигнал. Возможно ли это на самом деле? Да, именно вопрос решается в каждой стране, в каждом государстве индивидуально. Это нет такого четкого указания, именно как исполнять конкретные санкции. Например, я предполагал такой вариант. Для тех программ, где в содержании нет возражений, а владелец программ попадает в санкции, по санкциям он же вообще-то попадает из-за того, что он получает как будто выгоду из этого бизнеса. Что можно было, скажем, создать такое нормативное регулирование, что оплату за эту программу операторы перечисляют не владельцу программу, а зачисляют в специальный конт в государственной кассе. А потом, если санкции отменяются, тогда этот владелец получает эти деньги. Но если, скажем, через три года он все еще в санкции, тогда эти деньги поступают в госбюджет. Такой теоретический вариант. Это интересное предложение, в том числе, как пополнить госбюджет Латвии. И что вам отвечают политики на это? Ну, пока никак. Реакции никакой. Потому что, с другой стороны, как раз-таки там программы, не знаю, «Давай поженимся» или там какие-то, ну, просто которые хотели бы, может, посмотреть люди для развлечения вечером, ничего бы такого плохого не случилось. Ну да, Соловьева отключил, а, не знаю, там «Давай поженимся» включил. Ну, условно. Господин Муллс, с другой стороны, если рассмотреть этот вопрос, одно дело отключить, если мы говорим не о санкциях, а об укреплении информационного пространства, и особенно в приграничных регионах Латвии. Можно отключить телеканалы заграничные, можно усилить местные контентом, вложениями, не знаю, из каких-то тех же самых еврофондов, из госбюджета, финансировать развитие местных СМИ. Ведется ли работа в этом направлении? Ну, по этому вопросу не могу конкретно комментировать, потому что в приграничном пространстве там не столько используются кабельные сети, сколько прямой прием с эфира, с передатчиков, которые находятся на территории России и Беларуси. И если там, как мы помним, где-то полтора-два года назад довольно громко было объявлено, что на приграничной территории построены две телевизионные вышки и поставлены передатчики, то там можно фактически увидеть только пять этих программ, которые свободно принимаются с латвийской стороны, и в то же самое время с противоположной стороны приходят одновременно 15 и даже больше программ в открытом, не кодированном виде. И, естественно, если это еще можно принимать на комнатную антенну, то зритель, конечно, смотрит на то. И здесь единственный выход – это предложение именно соответствующего контента с латвийской стороны и именно в наземном обещании через эфиры. Ну, то есть, мы приходим к тому, что если есть опасения насчет контента российских телеканалов, то же самое «Россия» или «Первый канал», то имело бы смысл усилить сигнал того же самого, я не знаю, ЛТВ-7 русских новостей и создавать такую живую конкуренцию местного контента и зарубежного. Да. Ну, опять это мое личное мнение, но не мешало бы создавать отдельные программы именно для пограничных районов, где можно использовать те самые новостейные материалы из российских федеральных открытых каналов и там поставить собственный комментарий с латвийской стороны. Передача могла бы называться, скажем, «Что происходит у соседей?» и такую программу передавать через эфирные передачи к латвийской стороне. Скажите, вот в приграничных районах не дождемся ли мы времен, когда будут, не знаю, глушить сигнал телевизионный? Ну, то есть, вот те же самые какие-то приемы, которые когда-то существовали в Советском Союзе, когда стояли глушительные эти все станции? Ну, что касается телевидения, это нет, этого нельзя ожидать, потому что там другой способ распространения радиоволн в этих частотах, и там такое глушение не получится, тогда будут заглушены и российские, и латвийские передачи. Так что это технически нереально, но то, что главный способ бороться с информацией с восточной стороны, это фактически единственное, предоставить какой-то равноценный контент со стороны Латвии, со стороны Европейского Союза. Ну, к сожалению, вот мы как раз и видим вот эту действительно драматическую ситуацию, что убирая одни каналы, как-то вот не удается заменить их равноценным контентом, и, ну, вот чувствуется какое-то такое раздражение людей, которые, ну, считают, что они недополучают услуги, которые они хотели получить, и за которые они даже заплатили, может быть, деньги вперед. Ну, вот у господина Моллса, мне кажется, действительно очень симпатичная идея взимать плату со зрителей и замораживать ее где-то на счетах государственного бюджета, потом санкции снимут, расплатимся с правообладателем. Не снимут, останутся деньги в госбюджете, и в том числе частично, хочется верить и надеяться, подкинут какую-то копеечку на развитие местных СМИ, в том числе на русском языке. Ну, я считаю, что от этого всем будет только польза. Да. Господин Моллс, огромное спасибо, что нашли время связаться с нами, ответить на наши вопросы. Председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмар Смулс был с нами на прямой связи. Еще раз спасибо, хорошего дня. Всего доброго. У нас небольшая пауза, после которой в студии должен появиться гость, живой гость, Инна Седабула, автор социальной инициативы Common Ground. Группа энтузиастов открывает на днях в Риге, на Андреосте культурный и общественный центр, в том числе для украинских беженцев. Что это за проект? Об этом через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok